Роналду в интервью Франчи Фатбау Моя цель – оставаться молодым как можно дольше Молодым и конкурентоспособным Обсервадор, Португалия Бруну Розеру Обсервадор, Португалия 31 октября 2019 года Криштиону Роналду дал большое интервью Франчи Фатбау И сам факт этой беседы сделался наиболее обсуждаемой новостью минувшего понедельника По сообщению Чориер и Делоспорт Французский журнал отправил в Турин обширную делегацию журналистов Которые в итоге организовали секретный ужин с нападающим Ювентус И спортивным директором клуба Фаби Апаратичи Фаби Апаратичи Возможно, это признак того, что золотой мяч 2019 года достанется португальцу И станет шестым в его карьере Тем самым позволив ему стать наиболее титулованным футболистом в истории И опередить Леонель Месси Леонель Месси Последний тоже может похвастаться пятью золотыми мячами И тоже наряду с Роналду участвует в нынешней гонке за наградой Насколько эти предположения справедливы, мы узнаем только 2 декабря Если они подтвердятся, этот результат будет противоречить голосованию по премии The Best, которую в этом году вручила FIFA По его итогам Месси набрал 48 очков, на 8 больше, чем Вирджил Ван Дейк, Вергул Ван Дейк, и на 10 больше, чем Роналду Пока же у нас есть только интервью, в котором седьмой номер раскрывает секреты карьерного долголетия Рассказывает о самых любимых матчах, а также о лучшем забитом им голе В 19 или 20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы Мой лучший гол – это гол Ювентусу, который я забил, играя в составе Реала в Лиге чемпионов Потому что именно его я хотел забить уже очень давно И такой случай представился в решающий момент важной матче против великой команды и единственного в своем роде вратаря Буфона Надо смотреть, на какой высоте мяч входит в сепку – более 2,4 метров Это невероятно По-моему, такого высокого гола ударом через себя еще никто не забивал И я говорю это не потому, что он принадлежит мне, сказал Роналду Моя цель – оставаться молодым как можно дольше Молодым и конкурентоспособным Покажите мне игрока моего возраста, выступающего на таком же уровне в команде разряда Ювентуса Сказал он, отметив важность здорового образа жизни, правильного питания и сна Примерно 70% моей жизни составляет футбол, чтобы долго не выходить из строя, нужны мозги Я называю это образованием игрока, добавил он, раскрывая секреты успешной карьеры С чередой трофеев и рекордов, как индивидуальных, так и коллективных Во-первых, талант Без него многого не добьешься Потом труд, потому что без него, талант, бесполезен Ничто не падает на нас с неба Я бы никогда не оказался там, где я сейчас, если бы не прикладывал огромных усилий В то же время 34-летний капитан национальной сборной признает, что у него есть ряд любимых мочей Но ввиду взяток на себя клубом обязательств он не может ограничиваться только этими вершинами сезона Если бы все зависело от меня, я бы играл только в важных матчах За сборную Португалии в Лиге Чемпионов Именно они меня больше всего мотивируют Игры, где многое поставлено на карту, когда необходимо работать в сложной ситуации и под давлением Однако нужно быть профессионалом и каждый день находиться в форме, чтобы не ударить в грязь лицом перед семьей и клубом, за который играешь и который тебе платит Каждый день нужно выкладываться по полной Подчеркнул Криштиону Роналду, который считает себя полноценным игроком без недостатков, хотя и признает, что совершенства не существует Я работаю над тем, чтобы стать идеальным футболистом или хотя бы максимально приблизиться к этому идеалу Под занавес интервью, и из тех фрагментов, которые нам уже известны Речь зашла о мессии соперничестве португальского нападающего с аргентинцем, которое длится уже более 10 лет Опыт игры друг против друга в Испании сделал нас лучшими и более эффективными футболистами Это здоровое соперничество, которое позволило нам расти Но скажу больше, моя мотивация не зависит от других Я хочу оставаться на вершине постоянно, подчеркнул футболист Также высоко оценивая способность покидать зону комфорта и подвергать себе опасности, как это бывало в клубах, которые он представлял 15 лет своей жизни я принес в жертву карьере Потом я буду оглядываться назад, восхищаясь достигнутым И вместе со своими друзьями и семьей радоваться успехам детей, наблюдая за тем, как они растут и учатся Я хочу наслаждаться настоящим моментом, делиться своим жизненным опытом Но не сейчас, мой потенциал еще не исчерпан Подытожив Роналду перед тем, как упомянуть, что, приняв решение окончательно завершить карьеру, он намерен полностью отключиться Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!